Девушки отдыхают Или какой-нибудь плешивенький студент однажды замутит отличный мессенджер Я верю, что в нашей стране возможно многое Именно поэтому я часто нахожусь в поисках всяких лившей местного разлива Вдруг мой удачно вложенный в их проект косарь обернется для всего мира новым индустриальным скачком Ну и где же их еще взять как не в излюбленном поле краудфандинга Которое при грамотном уходе и регулярном поливе баблом может оказаться настоящей меккой талантов Ну или наглухо отбитых мнячих себя талантами Что тоже неплохо для моего канала Так что засучите рукава и задержите дыхание Мы ныряем в канализацию в поисках сокровищ Проблема только в том, что я скорее тупой гуманитарий, чем прошаренный инженер Так что меня довольно легко запутать и развести мудреным техническим описанием и парой-тройкой чертежей Как, например, в проекте «Аэромобиль» Разработка оборудования для летающего автомобиля Всего-то лям 600 и больше никаких пробок Собянин, слышь! Алло, куда ты смотришь? Хватит вкидывать бабки этим оболтусом, которые пишут за Собянина Вот же решение всех столичных проблем Почитаем, что пишет Алексей, автор проекта о истории создания своего изобретения Я прочитал книгу «Энергия воды», но не разобрался, как это все работает Посмотрел все сайты, где как-то догадывается, но нулевые результаты Был случай в армии 2012 год Я наблюдал картину, когда на асфальте была обычная лужица воды Солнце осветило и подогрело асфальт Пошел пар, было на улице примерно плюс 4 градуса Сильный ветер появился и получился Энергия плюс тепло, плюс ветер, плюс холод, плюс тяга Робно, создался вихрь Черт, я всегда догадывался, что армия делает из людей гениев Ну, до такой степени Если Дарми он вообще не вдуплял, как и что работает То, застраивая дачу очередному надполковнику Все сразу встало на свои места На истоках развития проекта я хотел попробовать Но не имел представления, с чего начать Инцидент, или можно сказать наблюдение в природе Во все сложило Я не производил вычислений или определял размеры устройства Есть только идея Зато какая идея? Гениальная! Летающая, сука, тачка! Нахер тебе нужны вычисления, ведь ты уже предопределил будущее Вы не представляете степень моего восторга Когда я узнал, что у Алексея есть паблик Где он щедро делится с нами своими мудростью и мотивацией Когда начальник говорит, что ты ничего не знаешь И делаешь для того, что все узнать Он сказал для того, чтобы ему меньше работы было для него Мы рабы в голове своего сознания Если хочешь богатым, прикинься лопатой Копай только камни мешают Глубже погрузиться к земному ядру А руки уже в крови Но через боль надо идти Вспомнить, зачем это тебе И забыть плохое Махнуть рукой Вспомнить, зачем мы рождены Бэээ раунд, сука! Да, вы верно догадались Мало того, что Алексей изобретатель мотивационный, оратор Он еще и поэт с целым пабликом собственных стихов Вечером поработал, что-то выпить неохота, посмотрел на время, магазин уже закрылся, что надо делать в Ниву свою, садиться и ехать, ну вот беда, аккумулятор разрядился. Я сигарету закурил, слышу музыку, иду туда пацаны веселяться возле пруда. Парни, чья машина надо прикурить без проблем, может с нами постоишь? Нет, у меня другие дела, надо мать встретить, ехать до Шилы, вот такая у меня беда. Машину запитали, ему зон слегка прибавил, на гашетку надавил, приехал в магазин, мужик стоит на кассе, глаза в разные стороны, как у комбалы и водки, он затарился, сука, бля, чё? Поздоровался для начала, мне бутылочку венца и чекушку для сна, всё в пакет, всё сложил и поехал до своего села. Домой приехал, два раза упал с пакетом, не видно нифига, не беда, всё цело, потому что я в парень и села! Чё, блядь? О, господи, какой же он божественный. Давайте дальше. В следующем проекте с названием «Зигзаг» нам предлагают поддержать создание прототипа летательного аппарата, использующего электромагнитное поле Земли для передвижений. Ещё один летательный аппарат, парни, офигенно! У создателей всё посчитано до рубля, есть даже 3D-модель в разрезе, внутри находятся виниловые пластинки, по краям резинки для волос, и они даже подозревают, что данное средство передвижения будет способно выйти в дальний космос и передвигаться там со скоростями, близкими к скорости света. Ммм, звучит реалистично. Очень. Всего 350 кусков, Илон Маск слезами захлебнётся, наблюдая за нашими приключениями в дальнем космосе. Так что пока я перечисляю деньги и составляю маршрут соседней галактики, давайте полюбуемся на эту милейшую пару, которая заканчивает друг за другом фразы. Здравствуйте. Меня зовут Орловский Александр. Это моя жена Юлия. Привет. Вы узнаете, как можно недорого построить экологичный, энергосберегающий, абсолютно автономный дом, который полностью обеспечит вас теплом, электроэнергией, водой. И круглый год выращивать натуральную растительную пищу для всей семьи, что немаловажно. Да, экологически чистую. Сейчас посмотрим, какие же выгоды конкретно принесёт этот проект тем людям, которые решат в нём поучаствовать. Вы получаете детальный фотоотчёт о ходе строительства на всех его этапах. Вы получаете видеоинструкцию, записанную в ходе строительства с описанием процессов строительства. Вы получаете типовой проект дома с уникальными характеристиками. Вы получите исчерпывающее знание. Поэтому мы приглашаем вас принять участие и поддержать этот проект. Принимайте участие, поддержите наш проект для того, чтобы эти технологии, эти знания стали доступными как можно большему числу людей. Пока. Как вы уже поняли, эти ребята собираются решать жилищные проблемы. Но как проблемы? Проблему. Ну как решать? Они просто хотят построить себе домик за ваш счёт и просят всего-то 2 миллиона 400. Конечно, это будет не обычный дом, а автономный дом с нулевым электропотреблением, который обеспечивает себя сам. Почему же тогда мы должны обеспечивать им этот дом? Ну, нам что, жалко скинуться? Тем более, всего-то за 77 тысяч ваших вложений эти милахи позовут вас погостить в свой новый дом на пару дней. Это безмерная щедрость с их стороны. Ну, а если серьёзно, то я думаю, что если ребят грезят о концепции самодельного дома из-под ручных средств, и они слишком ленивы, чтобы делать его самим, то им нужен мужик с канала Primitive Technology, чтобы порешать все их проблемы. Вы узнаете, как можно недорого построить экологичный, энергосберегающий, абсолютно автономный дом. Жду приглашения на вписку в вашем новом глиняном домишке, ребята. Но у меня свеженький вопрос. Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите «Ай»? Кто-то сел на спидозную иглу в кинотеатре? Не-е-е. Может быть, iMac? iOS? iPhone? Близко, но всё ещё мимо. Готовы? Ай-ушанка! Ну, вы поняли, да? Ай! Типа как будто в Купертино наконец-то начали делать что-то годное. Господин Кук, запускайте презентацию. Зимой на улице холодно, особенно когда ветрено. Часто это бывает проблемой, когда вам нужно поговорить по телефону. Привет. Привет. Помнишь, как мы в том году? Конечно, помню. Давно хотелось с тобой поговорить. Только давай быстрее, а то у меня уже руки замёрзли. Это значит нет? Да нет, послушай, ну подожди. Всё могло быть по-другому. А ведь всё могло быть по-другому. И ведь действительно могло. А давайте-ка прикинем как. Андрей Работа мог не брать трубку и перезвонить ей, раз он такой мерзлявый. Андрей Работа мог взять трубку и сразу же сказать, слушай, Света, первая любовь, я не могу трендить на морозе, давай позже перезвоню тебе, лады, раз он такой мерзлявый. Андрей Работа мог бы носить перчатки, раз он такой мерзлявый. Андрей Работа мог бы достать наушники с микрофоном, ведь у него же не кнопочные телефоны, они явно шли в комплекте. Ну и конечно, Андрей Работа мог бы не общаться с психованной истеричной Мондой, которая обижается на человека за то, что ему, сука, холодно. Но Андрей Работа... Долбоёб. Просто так жизнь сложилась. Поэтому вот, ребята, Ай-Ушанка. Потрясающе, просто охренеть, как гениально. То есть теперь Андрей Работа нахватил себе и Свете первая любовь по Ай-Ушанке, которая умеет держать телефон, чтобы по нему не разговаривать, ведь вы, сука, идёте прямо рядом по Арбату. А даже если бы и не шли рядом, то Арбат доверху набит заведениями, и куда можно зайти и спокойно побазарить там о том, что «Ой, а помнишь, как мы в том году?» Или, может быть, они идут рядом, но разговаривают по телефону на самом деле? Но ведь надо же как-то оправдывать существование уникальной Ай-Ушанки, чья запатентованная уникальность в том, что... что... что это Ушанка с прорези сбоку, да? Сука, да как же ему в голову-то такое вообще пришло, а? Берёшь, сука, шапку, делаешь сбоку дырку и бам! Это теперь не Ушанка, а Ай-Ушанка! А если сбоку продырявить тачку, то это будет Ай-Машина, да? А если человека в бочину упырнуть, это будет Ай-Человек? А? Ай-Ай как гениально! Ай как умно, сука! А знаете, как наш ползунов местного разлива оправдывает существование для этого всего обычных наушников с микрофоном? Да просто они ему не нравятся! Он, типа, несколько раз задевал провод рукой и больно выдирал устройство из уха! Всё? Схавали? Кончились вопросы? А вот Ай-Ушанка зато не требует наушников или блютуз-гарнитуры! Не нужно заряжать! Где вы вообще такой, сука, видели, чтобы головной убор не требовало заряжать, а? Тем более это наш, родной, привычный головной убор! Вы же постоянно на улицах видите кучу народа в Ушанках, да? Сори, в Ай-Ушанках! Ну, верхом на Ай-Медведях, с Ай-Балалайками в руках, Ай-Бутылкой водки в Ай-Руке, Ай-Матрёшкой в жопе, да? Классика же! Типичная Россия! Всего 700 кусков, ребята, налетай! Это вообще-то на полляма дешевле другого нашего офигенного тру-изобретения. Вот, то, что недавно было, наверное, слышали? Дрон от Почты России. О, слышали, да? Это тот самый дрон, который сбили с толку, и он расхреначил создание в Улан-Идэ вместе с чем-то письмом, возможно, даже из Хогвартса. И даже несмотря на это, они заявили, что в Бурятия планируют запустить собственное производство беспилотников. Так, стоп! Но ведь у нас же уже есть беспилотник! Беспилотник Держава! Чё, вы не слышали? Что с вашими лицами, а? Всё верно! В 2014 году нашими учёными из Тамбова всего-то за полгода был создан уникальный летательный аппарат. Учёные Державинского университета, создавая альтернативу дорогостоящим устройствам для мониторинга природных объектов, а также обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий. Идеи руководства Института национальной безопасности ТГУ и знания учёных кафедры компьютерного и математического моделирования позволили за полгода создать этот небольшой, но весьма функциональный летательный аппарат. Тамбовская Держава обойдётся в 85 тысяч. Беспилотник разработан на базе платформы DJI. DJI Phantom FC40 за 30 кусков, на который сверху присобачили наклейку Держава, влепили какой-то всратый дверной глазок вместо оригинальной камеры и решили продавать это за 80 тысяч. Это ли не пример русской изобретательности, а? Нет. К сожалению, это просто очередной стыд, рождённый в безумной нелепой гонке под названием импортозамещение, где пока одни долго и упорно выстраивают, совершенствуют и оттачивают технологии и процессы, другие пытаются сделать всё это уже прямо здесь и сейчас. И речь не про Marvel и DC, речь о нас с вами. Если вы всерьёз подумали, что все эти забавные чуваки с Boomstarter, над которыми я только что прикалывался, это все изобретатели, которые у нас есть, то давайте-ка я вам напомню, что русским учёным принадлежат две Нобелевские премии за разработки в области лазерных технологий, но сейчас нет ни одной российской компании, которая занимала бы хоть сколь-нибудь значимое место на рынке лазерных технологий и продуктов. Электрические лампочки в России изобрели до Томаса Эдисона, которая, по сути, вообще позаимствовала эту идею яблочкова нашего учёного. Но этот рынок захватили американские компании. Попов, русский учёный, передавал информацию по радиоволнам до Маркони. Но особых успехов на международном рынке радиоэлектроники у нас нет. Россия первой запустила искусственный спутник Земли, но сегодня у России менее 1% международного рынка телекоммуникаций. Россия руками Сергея Лебедева создала первый в Европе электронный цифровой компьютер. Но кто покупает российские компьютеры сегодня, а? Ну, разве что вот этот вот парень. Нормальных изобретателей сейчас полно, они есть даже на Ютюбе, просто поищите. Просто пока всё устроено таким образом, что мы вроде как за инновации, у нас есть сколково, но при этом мы душим малый бизнес, ограничиваем свободу слова и интернет, вводим новые налоги и запрещаем ввоз иностранных товаров, не важно, сколько у нас изобретений, изобретателей, идей и мозгов. Мы всё равно будем раз за разом наблюдать за тем, как миллионы рублей разбиваются о дома в Улан-Удэ. И мне уже даже не жаль государственных денег. Мне просто за державу обидно. Подписывайтесь на канал, всё такое. Вы в курсе, да, что делать в таких ситуациях? На самом деле я безумно всем вам признателен, нас уже более 300 тысяч, блин, это же просто безумие какое-то. Вы такие офигенные. Давайте радоваться жизни все вместе, соберём огромный хоровод и отправимся по России, не знаю, чуваки, всё. До новых встреч, увидимся в следующем ролике, пока.